Древней русской литературе Такого же летописца, мудреца и изобразил уже известный нам художник Воснецов на картине «Нестор летописец». Монах занят своей повседневной работой. Монах записывает все важные события. Современному неподготовленному читателю трудно понять произведения древнерусской литературы. Попробуем разобраться вместе. Сначала немного истории. Русская литература, её возникновение, относится к X веку, к моменту появления письменности. Монахи-книжники в кельях монастырей переписывали летописи поучения. Наибольший интерес вызывали произведения нравственного, поучительного характера и исторические сочинения. Книги в то время на Руси ценились очень высоко, даже были центры книжности. Это великие города – Киев, Новгород, Галич и другие. Стимулом к возникновению древнерусской литературы послужило принятие христианства. Именно тогда появилась необходимость познакомить Русь со священным писанием. Без богослужебных книг уже не могла обойтись ни одна строившаяся церковь. Кроме того, необходимо было переводить огромное количество текстов с болгарского и греческого языков. Давайте посмотрим, какие три основные этапа прошла в своем развитии древнерусская литература, а растянулись эти этапы на 700 лет. Первый период развития древнерусской литературы относится к XI-XV векам. В данный период творчество осмысляется как божественный акт. Писатель, по сути, является посредником между Богом и человеком. Автором его назвать еще сложно, потому что он ничего не создает, а только переписывает священные божественные писания. И только чуть позже, к концу XV века, автор может привнести в произведение собственные мысли, собственные чувства. Второй этап развития древнерусской литературы условно можно отнести к концу XV и XIV годам XVII века. Здесь уже ярко проявляется авторское начало, появляется возможность вымысла. Именно здесь, особенно в публицистике, автор высказывает собственное «я». И третий период развития древнерусской литературы – 40-е годы XVII века и 30-е годы XVIII века. Именно в этот период происходит осознание и выражение авторской позиции. Идет оформление литературного труда с обязательным указанием имени автора. Именно в этот период появляется так называемая художественная литература, а талант автора воспринимается как божественный дар. А сейчас поговорим об особенностях древнерусской литературы. До середины XVI века литература была рукописной. Процесс создания книги был очень долгим, а распространялись книги только путём переписки. Вначале литература имела сугубо патриотическое направление. Произведения создавались на основе реальных исторических событий. В них не было вымысла. А как только появлялись фантастические элементы, тот древний человек всё равно верил, что это когда-то происходило. И очень долгое время древнерусская литература была анонимной. А теперь жанры древнерусской литературы. Одним из ведущих жанров является житие. Это изображение светских или духовных лиц, канонизированных христианской церковью. Следующим жанром является хождение. Это не что иное, как жанр путешествия, то есть рассказ о посещении святых мест. Ещё одним жанром древнерусской литературы является поучение. Это произведение назидательного, поучительного характера. Военная повесть также широко распространена была в произведениях древнерусской литературы. Ещё одним жанром древнерусской литературы является летопись. Это произведение, повествование в котором ведётся по годам. И слово – произведение духовной литературы, поучительного характера. Итак, перейдём к повести временных лет. Первым летописцем на Руси был монах Никон. Его же звали Великим. Жизнь его была полна бурных событий. Он активно вступал в борьбу против тех князей, которые свои интересы ставили выше общерусских. В конце жизни он стал игуменом. И, очевидно, именно тогда начал писать летопись. В начале XII века повесть временных лет была составлена монахом Нестором. Это одно из замечательных произведений древнерусской литературы. До нас эта повесть дошла несколько переписанная и переработанная уже монахом соседнего монастыря Сильвестром. Летописи велись по годам. Это погодные записи. В них вносились все важные события, которые произошли в ушедшем году. Летопись берет свое начало от всемирного потопа. И начинается так. Так начнем повесть сию. По потопе трое сыновей Ноя разделили землю Сим, Хам и Афет. И достался восток Симу. Персия, Бактерия даже до Индии в долготу, а в ширину до Ринакурора, то есть от востока и до юга. И Сирия, и Мидия до реки Ефрат, Вавилон, Кордуна, Ассирияния, Месопотамия, Аравия старейшая, Елизомаис, Индии, Аравия сильная, Колия, Камагена, вся Финикия. Хаму же достался юг, Египет, Эфиопия, соседящие с Индией. И Афету же достались северные страны и западные, Мидия, Албания, Армения, Малая и Великая, Каппадокия, Пафлагония, Галатия, Колхида. Сим же Хам и И Афет разделили землю, бросив жребий. И порешили не вступать никому в долю брата, И жили каждый в своей части. И был единый народ. И когда умножились люди на земле, Замыслили они создать столб до неба. Было это в дни Нектана и Фалека. И собрались на месте поля Синаар строить столб до неба, И около него город Вавилон. И строили столб тот сорок лет, И не свершили его. И сошел Господь Бог видеть город и столб, И сказал Господь, Вот родн единый народ един. И смешал Бог народы, И разделил на семьдесят и два народа, И рассеял по всей земле. По смешении же народов, Бог ветром великим разлушил столб, И находятся остатки его между Ассирией и Вавилоном, И имеют высоту и в ширину пять тысяч четыреста тридцать три локтя, И много лет сохраняются эти остатки. От племени Иофета и произошел народ славянский. Затем автор рассказывает о славянских племенах, О взятии Олегом Царьграда, О походах Святослава, О завоевании наших земель. Основной темой повести временных лет Является единство Руси. Перед нами князь Владимир Мономах. Прежде чем стать старшим князем на Руси, Он княжил во многих русских землях. Люди с большим уважением относились к нему, Потому что чувствовали желание сделать Русь единой. Обращаясь к потомкам, Владимир Мономах всячески желал, Чтобы они продолжили его дело. Отрывок из поучения Владимира Мономаха «Дети мои, или иной кто, Слушая эту грамотку, Не посмейтесь над нею, Но примите ее в сердце свое, И не ленитесь, но усердно трудитесь. В дому своем не ленитесь, Но за всем наблюдайте, Не полагайтесь ни на теуна, Ни на отрока, Чтобы приходящие к вам Не посмеялись ни над домом вашим, Ни над обедом вашим. На войну выйдя, Не ленитесь, Не надейтесь на воевод, Ни питью, Ни еде не предавайтесь, Ни спанью. Сторожей сами снаряжайте, И ночью, со всех сторон, Расставив охрану, Ложитесь около воинов И вставайте рано. Оружие не снимайте с себя в торопях, Не оглядевшись. В поленности внезапно Ведь человек погибает. Лжи остерегайтесь, И пьянство, Оттого душа погибает, И тело. Куда бы вы не держали Путь по своим землям, Не давайте отрокам Причинять вред Ни своим, Ни чужим, Ни селам, Ни посевам, Чтобы не стали люди Проклинать вас. Везде, Куда вы пойдете И где остановитесь, Напойте и накормите Просящего. Всего же более убогих Не забывайте И подавайте сироте, И вдовицу рассудите сами, А не давайте сильным Губить человека. Ни правого, Ни виновного Не убивайте, И не повелевайте Убить его. Мы, люди, Грешны, И если кто нам зло сотворит, То хотим его поглотить, Кровь его пролить скорей. Если же вам придет Крест целовать, То, проверив сердце свое, Целуйте только на том, Что можете выполнить, А целовав, Соблюдайте свое слово, Ибо, нарушив клятву, Погубите честь свою. Гордости не имейте В сердце и в уме, Смертны все, Сегодня живы, А завтра в гробу. Все, что мы имеем, Дано нам на малое время. Не уклоняйтесь учить Увлекающихся властью, Ни во что Ставьте всеобщий почет. Старых чтите, как отца, А молодых, как братьев. Более же всего Чтите гостя, Откуда бы он к вам Не пришел, Просто людин ли, Или знатный, Или посол. Если не можете Почтить его подарком, То угостите его Пищей и питьем, Ибо он, проходя, Прославит человека По всем землям. Больного навестите, Покойника проводите, Ибо все мы смертны. Не пропустите человека, Не приветив его, И доброе слово ему молвите. Жену свою любите, Но не давайте ей Власти над собой. Если забудете это, То чаще перечитывайте Мою грамотку, Тогда и мне не будет стыдно, И вам будет хорошо. Что умеете хорошего, Того не забывайте, А чего не умеете, Тому учитесь, Как отец мой, Дома сидя, Знал пять языков, Оттого и честь ему была От других стран. Ленность ведь Мать всему дурному. Что кто умеет, То забудет, А чего не умеет, Тому не научится. Добро же творя, Не ленитесь ни на что хорошее. Итак, какую же цель Ставил Владимир Мономах, Создавая свое поучение? На что он пытался Обратить внимание потомков? Подведем итог урока. Целью создания данного произведения Безусловно является Просвещение потомков. И просит он своих потомков, Чтобы они не ленились, Трудились и чтили Отца и мать свою. На этом наш урок завершен. К следующему уроку Я попрошу прочитать вас Повесть о Петре и Февронии Муромских. А сейчас до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok